Привет ребят, привет мои хорошие, ветер утихает, но на смену этому пропавшему ветру пропало и солнышко стало как-то пасмурно, не очень погодка, так на душе как бы не цветёт из-за погоды, но всё равно на душе весна, почему, сейчас всё расскажем ребят. Что-то она стесняется, как ни странно, но по-моему обувь весьма изысканная, тепла, непровокаемая, по привычке, то есть так ходишь всегда, что там лукавит. Так ребят, что у нас за событие, от которого поют, как сказать, котики эти соловьи, в общем радостно, хорошо, приятно, вольготно. Дело в том, ребятки, что нам пришла посылка, просылка необычно, как нам обычно, сами выписали ручку трёхцветную с Алиэкспресс и пришла, нет, всё гораздо серьёзнее, посылка пришла от подписчика, не сильно знаем, что там есть и как, но вот это состояние неопределённости будоражит, ну да, состояние неопределённости, что там живёт, будоражит. Сейчас мы это всё получим, покажем, распакуем и поделимся своими эмоциями с вами, со всеми. Ребят, Иришка хоть и звонила, но уже, я так понимаю, второй раз раз, ну что-то, ничего не изменит, не изменится. Сейчас я вот так вот хочу, это, сейчас я знаешь, в Инстаграм, сфоткаю, ну я не знаю, сейчас может быть, Владимирова куда-нибудь, знаешь, чтобы как бы выложить куда-нибудь. Ну что, в частном доме что-ли? В чём, в чём? Давай купили наверное. Нет, она видишь, как часть того здания или кто-то знает, не знаю. Ира, не так расставилась. Задельфинируй, Ира. Вот он, СДЕК, доставка, фуфломицин, фуфлемент, срочная доставка, читаю, экспресс доставка и всё такое прочее. Ты запчасти, что хочешь. Ну тоже просто, как бы доставка. Ну да, на почте как-то не та, да? Пробедишь по размерам LMS. И плёнка. По размерам совсем маленького. Ну да. Всё, ребят, получили. Едем. Едем домой. Опа. Вот так прям плотненько набито, то есть там никто не бултыхается. И всё там хорошо. Ну прям веет от неё душой, радостью, позитивом, ну как хорошим настроением. Интересно. Ну дома, ребят, уже откроем и всё, всё вам покажем. Осторожно, хрупкая, видишь там? Хрусталь, бриллианты и всё такое. Да ладно. Это я так. Так растажу вниз, вы реально, наверное. Да понятно. Опа. Ребят, ну вот мы дома и совсем скоро приступим к распаковке посылки. Покажем вам классные нестячки, поделимся своими эмоциями. Осталось только скинуть калоши. И можно распаковывать. Оп. Хоча. Щурися. У меня срочно погнала вот эта за посылкой. Я вообще сидел монтировал, никого не трогал. Но на вечер надо было успеть сделать видео, но... Штаны подтяни. Это не важно. Вдуйся. Ну Ига сказала вставай, одевай штаны. Да, я отнял, натянул и пошли за посылкой. Поехали. Можно заходить? Заходить уже? Можно заплывать? Да. Эффектно вкатиться. Бахай. Ребят, пришла эта пора благословенная, будем вскрывать посылок. Кто сейчас себя откроет? Я его. Сейчас открою. Уж отсюда. Да подожди сейчас. Я же так знаю, чтобы не гакнуть. Ага. Стой, 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 стой. Сейчас я его так надрежу. Отсюда наоборот режу, тут же кайли. Вот. По линии разрезачем. Можно расширывать. Сейчас бумажку разрежу. Как-то знаешь, я по-китайски. Постала тут как-то. Я по-китайски стал. Здрасьте, Новый год. Так, ребята, открыли. Сейчас я поближе вам это все покажу правильно. По-моему, Жойку пиво, не? Да. Сейчас получаю. А вот, маме Ирины. Небольшой знак, внимание. Это шоколадка, наверное. Ну да, мы все потом это самое. Не, ну ближе показать без пакета. Ну и я сделаю потом. Давай начнем, может, с письма? Хорошо. Скажем, от кого это пришла посылка. Я что-то, у меня же руки трусятся. Тремтять. Я по этому. Здравствуйте, Ира и Андрей. И все-все ваши животные. Хочу пожелать вашему каналу процветания. Лично вам всегда оставаться позитивными. Ваши видео очень приятно смотреть. Их нет злобы и агрессии. Вы показываете частичку своей жизни. Жизни обычных людей, где есть место с летом и падением. Но всегда друг друга поддерживаете. Остаетесь крепкой, дружной и позитивной семьей. С уважением относитесь к своим родителям. Сейчас это большая редкость. Посылочка небольшая, но мне захотелось вас порадовать. Надеюсь, у меня получилось. Передайте огромный привет вашим мамам. И передайте им, что они вырастили достойных людей. Это Катя прислала нам. Катя Орлова, да. Катюша, спасибо. Катенька, спасибо большое. Огромное спасибо. Письмо напечатанное, но она меня предупреждала. Она говорит, у меня корявый почерк. Поэтому говорит, я напечатаю. Очень приятно теплые слова прочитать. Не говоря по ссылке. Даже вот этого письма более чем достаточно, чтобы вот эта приятность в душе вспухнула, вспучилась. Ну вот смотри, здесь все подписано. Смотри, здесь получается моей маме и твоей маме. Не, я понял. Просто что показать только? Полотенчик, наверное, да? Ну, давай я открою аккуратно. Ну, или не надо. Ну, давай аккуратно откроем, пока покажем. Потом закроешь. Да, потом закроешь. Ну, она, я так понимаю, просто одинаковая? Не, не будем. Ну, не надо, да. Мы мамам понесем и тогда покажем. Да. Ну, здесь совершенно все. Коллекционный шоколад какой-то с орешками, ребят. С миндалем. Ну, типа, да. И какие-то ручнички такие, полотенечки. Ну, передадим обязательно. Какие-то маленькие ослики. Красивые. Я думаю, не просто передадим, но и покажем, как мы это передавали. Да. Это соус табаско, по-моему. Ни о чем нет. Не говорил. Кетчуп? Да. Спиртовой уксус, перец, соль. Да. Это, ну, как бы, такой остренький. Остренький. Ну, в макароны лить или что это делать? Сильно остренький. Ну, так что делать? Да. Ну, типа, кетчупа, да? Да, типа, да. Да. А достань, ну, покажи бутылочку. Давай, покажу тебе. Ну, интересно же, я ж такой он и бачивающий. И дальше достань. Ну, да. Ну, его, я так понимаю, надолго хватит, ввиду его острости, да? Он очень острый. Ну, по празднику. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Засасывать. По мелочи. Ха-ха. Вот так, на пуговку и пуговку подъездных. Это... 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 Я не знаю, что это. Это, по-моему... Это, по-моему... 500 гигабайт. Ни хера себе. Это... Шуткий диск. Похоже. Внешне. Охренеть. Охренеть. Ну, да. Катенька, это... Я говорю, это... 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 Я не знаю, что это. Ну, открывай, что покажем. Катюш, спасибо огромное. Но это, наверное, как бы сильно... Ну, как бы сейчас жесткий диск. Но, насколько я знаю, это не дешево. Это, конечно... Это вообще не дешево. То есть, мы тогда смотрели там... Ну, это в маленьком шоке. А у нас же был. У нас сломался же. Да-да-да. Спасибо огромное. Это, вот, действительно, необходимая вещь для нас это. То есть, именно для работы, для Ютуба это просто огонь. Да еще и фирма какая. Ну, да-да. Ну, и кабелек должен быть соединен. Ну, да, вот он кабелек внутри. Ну, да-да-да. А это получается... Обалдеть, обалдеть. Супер. Маленький такой приятный. Можно кино накидать. Ну, например, в беседке смотрите. Да, в беседке смотрите. Вообще, как бы для работы он типа. Прям как-то неловко даже стало, Катюша. Спасибо большое. Ну, как бы не дешевая штука. Ну, что остается? Я назад тебе складываю. Остается только сказать спасибо, Катинка. Спасибо большое. Это для меня. Жирек. Жирек какой-то. Жорка. Тебе пока ничего не присылали. Ты так понимаешь, что это такое? Там нарисованы бумажечки, что это? Пока нет. Ну, и по-моему, это алкоголь какой-то. Просто здесь акцизная марка. Ну, не факт. Может быть медикамин. Я не вижу, Андрюш. Центральная долина. Что-то. Вины ов Чили. Вино? Нет. Вот мы специалисты. Ну, вот здесь написано по-русски. Сейчас. Я вроде мелко. Филиппо. Это Филиппо приделает. Эдвардс. Ну, что ты? 20-го года камеры. Не-не-не-не. Андрюш, прочитай по-русски. Пожалуйста. Ты думаешь, я увижу? Ну, я не знаю. У тебя же зрение лучше, чем у меня. А чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Зачем было вот это издеваться над бутылкой? Я не знаю. Придумать 134. Ну, опять же, я не знаю. Коньяк, вино. Что это вообще такое? Я не знаю. Там должно быть написано. Вот здесь где-то должно быть написано. На, пробуй. Не, ну, открой на язычок. Ну, что ты? Ну, а как если мы слепые не видим? Я вдруг и не хочу сейчас открывать. Его потом вдруг надо будет пить. Не, не надо. Пропадет. Нет. Ой, блин. И заматай, да. И в шкаф. Да, и заматай, и в шкаф. Конечно. На камеру. Под полотенце. Считай, что на бумажечке. Жорику. Сыру. Жорику. Стигарки. 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 На столице. Да, 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 да. Я прям угадал. Это мы как мы смотрели. Счастливый пьяный Жорж. Пиво, да, я так понимаю? Что это? Типа. Сейчас мы его... Вон он, вон он. Сейчас я покажу. Он чувствует, чувствует. Да, Жорик? Ну, написано, что собачки прям его любят. Ну, попробуем. Дадим, покажем. Ну, надо показать же. Это для меня тоже. Андрей не заценит. А, не заценит. Не пойму. Сейчас проверим. Макароны что-то. Ух ты ж. Ничего это. Это, по-моему, сыр с плесенью. Ух ты. Ух ты. Не обязательно. По-моему. По-моему, это сыр с плесенью. По-моему, это сыр с плесенью. Почитаем. Какой-то экстракт. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Так, вот эта, по-моему, колбаска. Да, сыровяленая, полусухая. А эта с сыром. Такая же, только с сыром. Тоже колбаса с сыром. Да, да, да. Мясное колбасное изделие. С сыровяленое тоже, полусухая. Только с сыром. Так вот это ж нормальное, знаешь, что у нас белое. Да, это нормально. А почему она такая черта, как ее есть? Ее вот так очень тоненько нарезают, вот так вот. И как пуговку в дедочеку. Я рассасываю. Она ж так не угрызает. Я думаю, что это вкусно. С пивом говорит. Жора, похоже, ты пролетел с пивом. Вот моя. Вдвоем сядете. Жора в сигару. Тебе колбасу? Да. Ну это еще прикольная штучка. Ну да, да. Ну это да, я такое не заценю, это точно. Это не мое. Да я помню, как вы не заценили. У нас выбора не было. Колбасу. Я вообще, если честно, офигела тогда. Я говорю, а где колбаса? Да ты не расстраивайся. Она вообще не вкусная была. Я говорю, ну что, мы ей еле доели. На неделю хватило. Ну пардон джемоа. Кстати, я бумажку эту не буду. Чтобы не было видно попного сердечка и смайлику. Штанишки с кармашками. Сейчас Ира достанет. Ребятки, ну а тут костюм так подними, чтобы он развернулся. Может ты наденешь? Тогда будет понятно. Он, по-моему, маловат будет, что-то мне так кажется. Давай проверим. Она, наверное, такая должна быть. Укороченная, да. Это укороченная, да. Наоборот, прикольно. Прикольно, конечно. И лукова, четко. Катюша, бомба. Опа. Опа. Не, ну огонь. Сейчас, ребят, я со штанишками померю. В полной комплектации. Посмотрите, оцените. Залайкайте меня тоже. В полной комплектации. Смотри, что ты как Карлсон. Ха-ха-ха-ха. Огонь. Красавчик. Классно. А сейчас надо еще кофту снять. Да, да, да. И полная комплектация. Да. Частотельный выход. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нормально? Да, отлично. Не, ну тут чуть, это. Ха-ха-ха. Тебе просто надо, во-первых, расстегнуть ошивинку, если что. Ха-ха-ха. Зачем акцентировать на такое внимание? Ха-ха-ха. Не, ну просто тут вот эти шты. Эти. Да, но их чуть-чуть послабить надо, да. Будет нормально вообще. Но цветающий, вот как, знаешь, я сейчас не стебусь. Тебе цвета правда идут, то есть красный цвет тебе очень идет. На смысле, как бы вот такой прямой. Легко. Ха-ха-ха. Хит будет. Танцор Джексон. Ну вот, хорошо тебе для работы вообще отлично. Самое главное, что вот эти лямки, когда приседаешь, спина не откроется. Мне нравится, что во-первых, спина не откроется. Здесь резиночки вставлены. Потому что знаешь, ничего, цветром попозил. Мне просто постоянно спина голая. Я когда присяду, она раз, ну столкли штаны. А почему-то у тебя все штаны почему-то не откроется. А тут же все нормально будет. И вот эти штуки тоже мне нравится, что тут не пуговицы, а липучка. Да, на липучках очень удобно. То есть, если надо, ты вот так, ну к примеру, там закатал. То есть, если какая-то такая рыбчурка. А если не надо, то... Катенька, Катенька, спасибо большое. Ну, как бы, как бы, даже спасибо, наверное, одним не отделайся. Тут, конечно, столько всякого. Одному Джорджу. И карманы тоже прикольно. Что тут, ну, как есть, куда, что, всякие разные штучки. Тут большие карманы. Ну, как на моем рабочем костюме, в принципе, смысл тут же примерно. Но он именно для работы очень и очень удобен. Я же говорю, главная спина. У меня постоянно спина застуженная. Ну, мы слышим, она как мысли прочитала. Просто мы буквально недавно обсуждали с тобой, ну, как упаковку. Что надо купить, ну, как минимум, штаны, такие, как на работе. На лямках, да. Чтоб спина не оголялась. И тут... Та-дам! Чего тут случилось, Жора? У него пузырь закатился. Сейчас, Жор, тебе пипка нальем. А вот это? Да-да-да. Еще, ребят, еще это не все. Сейчас еще покажем. Не знаю. Ну, наверное, жилет. Я так понимаю, сейчас посмотрим. Ну, судя по цвету, знаешь, ну, как бы светоотражающе. Чтоб я ночью козом заходил, они сразу шургали, что светится что-то, штанцы. Ты знаешь, даже не знаю, что нет. Это курточка, наверное. Сто процентов. Это вообще что-то большое. Плащ. Плащик. А вот этот что? Ой! И капюшончик. Это капюшончик сюда пристегивается. У него здесь эти, даже привязушки быть. Вот, пуговицы. Вот, да-да-да-да, совершенно верно. На пуговицы привязываются. Нет, оно пристегивается. Это затягивается. Ну, да-да. Я понял, что на пуговицы привязываются, что пристегиваются, какая разница. Жора! Да, это плащик световый. Ну, давай одену, что ли. Или ты одену. Ну, одену. Ну, он, наверное, будет большеват. Большеват? Ну, естественно. Я так думаю, что, наверное, да. Это 52-й или 54-й. Я так понимаю, это прям от дождя. Ну, это прям, если вдруг ты, к примеру, что-то случилось, там, допустим, те колеса надо поменять. Вот это даже если он не светит, так выйдешь, что что-то случилось. Что-то случилось, да. Ну, очень хорошо. Не, ну, я понял. А как мне зимой заниматься? Не, я понимаю, что, если именно от дождя выйти куда-то добежать, прибежать, в магазин заскочить, дайте хлеба. Они его дадут бесплатно. А то тебя можно легко найти. Не пробегал мальчик здесь. Какой? Мы его точно не заметили. Ну, или девочка, что-то так скажу. Давай я одену. Ну, надо. Он будет пропускать нам, как говоришь, со временем. Сразу? Он не будет, ну, в смысле, какое-то время он не будет промокать. Андрюша, во-первых, ты его одеваешь другой стороной. Андрюша. А я не понял. Я так поняла, что не было. Ну да, вот так получается. А по-другому не получается. А так не получается. Ну понятно, что пацану пришла посыпь, да? Ну, наверное. Ой, классно. Сейчас Жолику, наверное, пивка дадим, да? А то он скулит, плачет, чтоб успокоился. Где Жола? Где ты дел? Где ты сидел свою игрушку? Давай доставай. Давай, давай. Давай. Ой, Жорка. Ой. Не закинь опять. Да, давай пиво. Жой. Винок, значит. Ну, какой-то модный, раз такая бутылочка маленькая. Чили. Вина виноградная. Ну, видишь, я так сознаю Марко. Хорошо. Давай Жору напоим. Давай, давай. Пусть он тут ходит пьяной, весь не орёт. Жора. Жора. Иди сюда. Сейчас, подожди. По-моему, без газов. Просто пиво. Ну, может им нельзя газом. Жора, Жора. 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 Лива, подожди. Лива. Подожди. Тебе потом. Жора. Будет прям пьяный. Там с алкоголем. Ты что? Нет, конечно. На зайку. И Лилия. Может только пацанам собачки не пьют. Иди, иди, иди. Да она сама найдёт. Да она что-то испугалась. Ну, что-то он так. Не, не, Жора пьют. Ему сигару подостаньте, пожалуй. Закусы. Ты куда? В своё гнездо. Да, Жора? Ну, допьют. Да, конечно. Допьют. А чем она интересна вам? Каким-то... Да бутылку саму понюхаешь. Что ты с миски? Ну, я после своей собаки не приеду. Хорошо. Понюхай, она же бутылка осталась назад. Да не пахнет бутылка. Нет, нет. Чем-то... Что-то есть какой-то запах. Ага. Состав. Вода. Первой категории. Это хорошо. Солод. Пивные дрожжи. Пивные дрожжи там есть. Но оно как пиво. Витамины группы В и Е. Аминокислоты. Минеральные вещества. Кормовая добавка какая-то. Одна сложная польза какая-то. Не, ну дрожжи это сейчас будет пьяный ходить. А вот. Благодаря чменному солдой вкусу печени. Он печень вкус. Он станет любимым лакомством вашего питомца. Витамины, минералы, незаметнимые вещества в составе пивных дрожжей благотворно влияют на пищеварение, обеянное вещество. То есть плюс такой. Да. Значит, хоть пукать. Обладает иммуностимулирующим действием, способствует поведение токсина придаёт блеск шерсти. Ну у нас Жора и так блестит. Да, и так. Это вообще лучше светиться начнёт. Слава Богу. Слава Богу. Сейчас, уже дай я начинаю потечь, но сейчас. И что? Я читаю, Ира. Идеальный способ разделить традиционную вечернюю трапезу и отметить праздник вместе с хвостатым питомцем. Да. То есть, если какой-то Новый год надо будет брать пиво Жоре. Пиво от Жори. Он уже привык. На 28 мая обязательно надо брать пиво и Жори. Конечно. А как иначе? Не, никак. Чтобы разделить радости от Жора тоже мало. Он даже детей с пареном. Не хватит. Сейчас. Ну, что, хотелось бы подытожить тебя со сырой стану. Конечно, самое ценное для меня, ну вот я как бы отмечаю эту позицию, это костюмчик, который мы собирались покупать. Он просто жизненно необходим был практически. Сейчас приходит холода, дожди и прочее. И жёсткий диск. Это, конечно, вообще выше всяческих похвал. Я не знаю, без слов это настолько значимо. Ну, для меня во всяком случае. Ну, для работы тебе это важно. Как у Иришки на колбасу было, Андрей не оценит. Нет, почему? Нет, я понимаю и сразу поняла. Нет, ну это же не тебе, но тебе нахер не нужно. Знаешь, а вот мне это прямо тут. Тебе значительно это облегчит. Конечно. Но я же не занимаюсь монтажом. Я просто кривыми руками сняла что-нибудь. Что таки было тебе сказала, на. У меня, в принципе, уже жёсткий диск умирает. Помнишь, мы там разговаривали? Да, да, да. То есть, если что, можно прям этот поставить. Не как внешняя, знаешь, им пользоваться как настоящим. Но это в крайнем случае. Пока тот живёт, будем пользоваться. Ну да, да. Как положено. Всё, ребятки. Всем пока. Добра, Катюшка, ещё раз. Катюш, ещё раз спасибо. Огромное, огромное спасибо. Даже вот мешок огромных спасибо. И это будет мало. Просто супер. Посылка, ну как, небольшая по объёму коробочка, но очень ёмкая, душевная, позитивная. Ну я тебе хочу сказать, что я таких даже вот, ну как бы, такого даже не видела у нас. Даже примерно в магазине не видела похожего. Я в этом вообще не разбираюсь, поэтому. Не знаю. Ну она такая. Да, деревянная. Ну это Ира любит такую. Ну это мягенькая, а это прям совсем тверденькая. Ну понятно. Ну это с сыром, наверное, я так предполагаю, что... Что с сыром? Ну может она грудь и с сыром, да. Не, ну кусочки какие-то, наверное, попадаются. Фух, блин, правда жарко. Штанцы вот это в полупупья врезаются, а я лямки не послабил. Всё? Всё. Всё её. Всё её. Ты попробуй хоть одну какую-то скажи, как оцени. Ну там сёднышко будешь есть, открою. Да, 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 это ты будешь. Напим, что жёлта уже прыгает. Улыбатая собака. Ну она просто пахнет... Пыль. С дедушками. Ну тебя. Не, ну это такой же не, это не сильно разбирается. Вот, смотри, тут на срезе, видишь, какие жиренькие. Она такая полотная, плотная, как камушек. Давай попробуй что-то. Там ничего ещё, я просто попробую, Ир. Давай, не жёлтку. Да какая разница. Просто вкус же ощутится. Гляньте, как слеза просвечивается, ребят. Вкус очень приятный. Как хамон. Но я хамон не ел, поэтому ничего не могу сказать. Вот как вяленый окорок. Очень-очень вкусно. Ну твёрдо. Твёрдо. Ну так её поэтому и нарезали. Но я не любитель. Это мне надо вот такой слой колбасы, тоньше хлеб. И тогда огонь. Ну и Иришка будет есть тогда такое. Нормально. Вкус что-то напоминает. Укорок? Нет, но укорок-то я тоже не её. Не напоминает. Не напоминает, ты не делали? Давай, драки сейчас что-нибудь. Ну что-то у деда. Когда мы по чердакам лазили, что-то находили и грызли. Такой старый. Не знаю. Вкусно-вкусно. Он же пчеловод был. Во всяком случае, это очень необычно. Очень необычно. Ну всё, хавай. Это в холодильник. И надо мамам отнести опять. Обязательно. Рассматривать ткань хорошая, дебилла. Плотная такая. Шов очень хороший, нитка крепкая. То есть, ну, долговечная. И гляньте, что тут есть. Да, и тут здесь сюрприз. Оно даже как-то от стюарта. Тут можно поменять или вынуть. Ну, наверное, перед стиркой, ты понимаешь? Да, вынимаешь. Здесь вкладка специальная, что если ты становишься, какие-то работы выполняешь. На коленях. На коленях. Чтобы не давило. Вообще, на коленях периодически приходится стоять. То варишь там, то ещё что-то. Ну да, да. Видишь, как продумано всё. Песец. И даже специальный карман. Ну это не карман. Ну или как? Ну да. Ну не поменять, перед стиркой вынуть, чтобы она не развалилась. Да, но может и это износиться. Ну может, да. Тут же как, типа, знаешь, как пенорезина вот эта вот штучка. Ну да. Смотрите, что ты прям эту дюймовку ставишь. И на дол. Буратино вот так, да? Типа того. Отлично. Класс. Класс. Просто класс. Да вообще супер. Надо остыть. Он же пьяный у нас. Жахнул. Жорка, как пиво. Пошло. Глаза как пухолки вытаросил. Ничего не видит. Сейчас стенку. Ребята, это сейчас не вошедшее видео. Сейчас вот это, что мамам нашим передавала Катюшка. Мы передадим честно, по-честному. Ну и немножко покажем, чтобы увидели. Ну, наверное, это интересно будет. Приехал ты одну. Бери одну. Ну что, для моей мамы, а то потом поедем до твоей. А сфера благополучая. Конечно. Ага. Высоту покажи. Потом вот так вот камера. Ага. Вообще. Да. То есть я должна вместе с тобой за камерой прыгнуть. Ну ничего. Да, нам просто посылку прислали. А это видно, это лично вам. Ну как прислали, прям подписано. Да. Ух ты, спасибо. Спасибо. Мы только откройте, мы же хотим тоже поглядеть. Спасибо. Менимозно. Не, ну открывай. Не, ну там разберется куда. Ну иди сюда. Мы сами не знаем, там примерно глянули. Шоколадка. Спасибо. Мама шоколад любит. Ну там такой хороший, наверное, шоколад. Конечно. Там прислали много вкусного, все вроде хорошее. Какой? Ну прислали много и все такое хорошее, но не обрешу. Ух ты ж какой. Блядь, тут с бычком. Это этот, как он называется? С бычком. Ростоквашино. Точно. Полотенчик. Классно. Вот спасибо. Прикольный, да? Прикольный. Вот так. Я так еще не видел, но чтоб были. Смотри, видишь, как вот с этой стороны он прямая, а здесь махрушечка. А там пушистая. А с этой стороны, по-моему, пушистая. С этой махровой. Да, внутри махровой. Так нет, кончик, вот кончик махровая. Вот кончик махровый. Красивый. Вот. Это бычком. Классно, классно. Какой мтяшка. Коровка, коровка. А они разные, два, одна картинка повторяется разная. Нет, нет, нет. Там есть амурцы, амурцы. Да, да, да. Тут они, видишь, сидят рядышком на коровке. Булка. А там она просто бежит. Все, у меня будет аппаратный. Ну вот. Где-то. Хорошо. Именно ей там же вот подписано. Ну да. Тоже мы все равно, что-то как-то все равно делимся. А это вот именно подписано, что для нее она прям аж пищит от удовольствия. Ну как понравилась конечно. Ну как, радость маленькая, человеческая радость. Презент небольшой, а счастье два ведра. Мамуля! Здесь подарок тебе не вошел. Сейчас, сейчас. Оп а... Ну просто сегодня нам это... Ну как, забрали нам посылку прислала, девочка посылку. А там в посылках были для вас подарки. Ну для моей мамы и для вас. А, спасибо. Потому что тебе ждут подписано всё. Давай, давай. шоколадку явно видно да там же еще другие коровки розовые такой же только бы синий был коровка такой точно и вот эти ниточки были видишь как и чё держит корова на приносит молоко сейчас покажу и рынка кстати которого навязала мы причем все ребятки призы розданы видео закончено это до следующего видео всем пока добра и хорошего настроения зубы побываем друг другу пока